Всем привет! У меня сегодня новое видео. Хочу рассказать вам об одном аромате, который у меня в пробнике. Я разбирала свои пробники, вспомнила о том, что вы говорили, что вы бы хотели посмотреть, что же у меня там в пробниках, чтобы я делала обзоры и на пробниковые ароматы тоже. В общем, делаю. У меня кристаллин. У меня пробник. Я вам сейчас покажу, как выглядит большой аромат. У меня вот здесь 65 мл. Это самый большой разлив этих ароматов. Это у меня коралл. Еще есть вот такой вот разлив поменьше. Ну, у меня это просто другой аромат. Вот так они выглядят. И с этим ароматом я знакома уже очень давно. Он мне очень нравится. Сейчас я вам прочитаю, что у нас здесь есть. В пирамиде у нас есть бамбук, груша, лотос, лист черный, смородины, чай, мускус, гуаяк и дубовый мох. Очень красивый аромат. Очень-очень-очень красивый аромат. Если вы любите такие, вы знаете, прозрачные, звенящие, хрустящие, сверкающие ароматы, но при этом они стойкие, обратите внимание на него. Да, это аромат не новый. Да. Но на нем абсолютно нет налета времени. Не будет ощущения, что этот аромат выпущен не сейчас, поэтому он будет неактуальный. Как мне кажется, вся линейка Омни, она вся шикарная. И во всей линейке Омни там все ароматы классные. У них есть аромат цитрин, который в самой красивой бутылке, в желтой, как мне кажется, это самая красивая из них. Он, ну, так себе. Он проигрывает, на мой взгляд, всем остальным. Но, тем не менее, если мы берем просто вот линейку Омни и сравниваем с другими брендами, в которых есть другие линейки ароматов, мне кажется, Омни перепрыгнет всех на очень, на много. Потому что она сделана действительно хорошо. Опять же, тут есть ароматы на любой вкус. И Омния Кристаллин, и вот, например, Омния Аметист мне тоже очень нравится. Это тот, который фиолетовый. Они прям такие, вот знаете, легкие, воздушные, очень, очень красивые ароматы. Но давайте сконцентрируемся на этом. Это аромат зеленый, но, тем не менее, он цветочно-зеленый аромат. По своему посылу он похож на немного, на Pleasures от Estee Lauder. Тоже очень много цветов, но таких очень-очень легких. Если вы любите ароматы, которые практически незаметные, это не значит, что он не стойкий. Я делаю всегда много пшиков, он довольно стойкий. Но это тот аромат, который не будет с вами контрастировать. Это не тот аромат, который будет слышен везде вокруг вас. Очень многие люди этот аромат воспринимают как лосьон для тела. И это неплохо, особенно если вы ищете аромат, который бы настолько с вами сливался, что люди бы не могли отличить, где кончается ваш запах, вашего крема для тела, и начинается запах аромата. Я знаю, что очень многие люди это любят, и многие люди это ищут. Если вы ищете вот такой аромат, попробуйте. Когда я выписывала эти ноты, я, конечно же, дала себе волю прочитать комментарии. И, знаете, комментарии противоположные. Некоторые люди в восторге. Например, я. Я в восторге от этого аромата. Я считаю, что он шикарный, он очень-очень красивый. А некоторые люди пишут, что вот аромат это лосьон, огуречный лосьон, либо огуречный, еще хуже, рассол. Я не слышу там огурцов, абсолютно. И не слышу никакой кислятины. Хотя многие рассказывают о том, что какой-то там кислый, непонятный, и что-то... Или же вообще его не слышно. Я этот аромат слышу замечательно на себе. Более того, я этот аромат замечательно слышу на других людях. И он очень узнаваемый. Кстати, если вас немного тревожит тот самый аспект узнаваемости ароматов, если вы считаете, что вы должны носить только те ароматы, которые никто не может узнать, чтобы все спрашивали, что это на тебе, тогда этот аромат, наверное, не для вас. Потому что он действительно очень-очень узнаваемый. И его легко выщипнуть из толпы. Я... Давно это было дело. Может быть, лет 7-8 назад. Как-то я встречалась с подругой, и на ней был шикарный аромат. Я говорю, слушай, что это у тебя? У меня промелькнула мысль, что это омния-кристаллин. Потому что я его люблю. Я давно за ним наблюдаю своим марлиным глазом. Она говорит, это омния-кристаллин. Я еще так отметила. Да, круто. Он круто пахнет. Причем, мне кажется, он на разных людях немного по-разному пахнет. На ком-то он пахнет немного более цветочно. На ком-то он пахнет немного более мускусно. На ком-то он пахнет немного более зелено. Я люблю все его, вот эти эпостаси запашные. Мне нравится, конечно, более хрустально-зеленый запах. И запах этот абсолютно точно для тех людей, кто, знаете, ну, может быть, кто считает себя эльфом, кто любит эльфов, кто любит Толкина. Я люблю, кстати, но я себя не считаю эльфом. Для тех людей, кто вот ищет такую, знаете, свежесть и невесомость в ароматах. И это такой вот действительно эльфийский аромат. Это был бы прекрасный штрих, завершающий штрих для костюма Галадриэль. Вот я ее в таком аромате вижу, действительно. Очень интересная вещь, очень. Опять же, для того, чтобы, наверное, оценить его по достоинству, его нужно попробовать в разную погоду. Я считаю, что откровенно сильная жара для него все-таки не очень подходит. Весна, может быть, даже дождливая весна, отлично. Если вы разделяете на ароматы по сезонам, то тогда, да, тогда, скорее всего, вот весна, летом, ну, может быть, не жаркое лето и ранняя-ранняя осень. Я его не вижу в морозе, например. Если у вас сильные морозы, крепкие, то тогда, наверное, этот аромат, он просто исчезнет. Но я его носила в разное время, мне он всегда нравится. Но понимаю, что немногие так будут это делать, поэтому, да, скорее всего, вот тёплое время года, тёплое. Не жаркое и не холодное, а именно тёплое. Насчёт возраста. Многие люди, которые писали об этом аромате, они рекомендовали людям до 30 лет. Как будто бы, знаете, когда 30 исполняется, там всё, что-то, что-то такое случается ужасное, что некоторые ароматы носить нельзя. Я считаю, что это полная хрень. И носить аромат тогда, когда вам нравится, сколько бы вам лет ни было. И на человеке, которому 15 лет, этот аромат будет совершенно замечательно смотреться. И на человеке, которому 83, замечательно будет смотреться, если аромат нравится, если вы чувствуете этот аромат своим ароматом. Нужно сказать, что он лёгкий, ребята, он лёгкий. Это не тот аромат, это не тот, знаете, вот я люблю Бабу Готье, классик от Готье. Это один из моих любимейших ароматов. Топ-файв, топ-пятёрочка. Но совершенно не имеет никакого отношения к этому аромату. Этот очень мягкий, очень какой-то, знаете, вот, вот сравнение. Очень тихая речушка такая, знаете, которая еле-еле-еле течёт. Это вот этот вот аромат. И классик, это, знаете, океан, который бурлит. Примерно, примерно то же самое. Поэтому нужно учитывать, что аромат очень лёгкий. Но он и не был, наверное, создан для того, чтобы быть, знаете, таким всеобъемлемщим ароматом, который везде, из всех дырок протекает. Именно поэтому его и назвали, это кристаллин, да, а не океания, например. Очень красивый, нереально. Если вы не пробовали эти ароматы от Булгари, пойдите, протестируйте, потому что я думаю, что это та линейка, которая представлена более-менее в полном составе в любом уважающем себя косметическом магазине или парфюмерном магазине, потому что она пользуется спросом. И уж точно этот аромат. Не проходите мимо, не делайте скидку на то, что аромат не теперешний, не сейчас выпущен, значит будет какая-то хрень. Он очень красивый. Если вам повезет, и вы не услышите огуречного рассола, есть огромный шанс, что он вам понравится, есть шанс, что он у вас уедет в пассивную хотелку, все может быть, а может быть и станет очень-очень активной хотелкой или даже покупкой. Насчет шлейфости, шлейф красивый. Шлейф красивый, люди замечают его, видят. И если вам повезет, основываясь на том, что я прочитала, очень многие люди говорят об этом вот рассоле, об этих огурцах всяких. И я так думаю, что если так много людей об этом говорит, что такое вот ощущение, такой есть огуречный сектор, ну, наверное, так и есть. Мне повезло его не чувствовать. Если вам повезет его не почувствовать, то, может быть, тогда это один из тех ароматов, который осядет у вас в коллекции надолго. Если вы знаете этот аромат, если вы, к сожалению, чувствуете огурцы, расскажите, мне очень интересно. На этом все. Я сказала все, что хотела. Об этом аромате супер-классный. Хочу узнать, нравится ли вам этот аромат, нравится ли вам ароматы бугари, считаете ли вы их красивыми или нет. Может быть, они вас вообще никак не цепляют. И какие ароматы от бугари вам нравятся больше. Вот этот, вот эта вся серия, этот омния сектор, либо, например, сектор сплэндида, который там, где тубероза, там, где ирис и все такое. Расскажите, расскажите. Мне очень-очень интересно. Ладно, на этом все. Отличного дня, прекрасного настроения, солнышка и побольше вот таких вот легких, красивых ароматов, которые заполняют собой все пространство, но не мешают вам вообще никак. Пока.